Всем привет! Это Таня Матань на канале Позитивные Идеи. Так как я сейчас делаю уборку в своих шкафчиках, и у многих есть вот такие вот раздвижные с двумя дверками шкафчики. Они широкие, и в них сложно организовать хранение, потому что они глубокие очень часто, и либо много пространства пропадает из-за этого. И так как у меня сейчас вот всё здесь свободно, я вам покажу примеры, как можно заполнить эффективно этот шкафчик. Поделюсь лайфхаками и идеями. И надеюсь, что вы их примените у себя уже, когда будете организовывать такой шкафчик. Ну что, заполняем. Первый вариант классический, и у меня очень долго так стояло, и именно для круп у меня использовалось вот это пространство. И многим действительно хочется именно так использовать шкафчик, то есть поставить вот так вот баночки, и как бы задняя часть красива. Но вы видите, что вот здесь очень много пространства у вас не используется. И начинается проблема из-за хламления вот этой вот зоны. Поэтому я сейчас буду рассказывать, как же сделать так, чтобы, ну вот по-другому немножко организовать, для того, чтобы и пользоваться было удобнее, и чтобы пространство не пропадало. Для того, чтобы было наглядно, я стараюсь показывать то, что у меня есть под рукой, использовать именно это, чтобы вот как-то вам показать. Итак, первый вариант, вы используете многоярусное хранение, то есть задний ряд должен быть высокий, при этом у вас там должно храниться то, что редко используете, какие-то крупы, которые, ну вот не часто вы варите, горох вы можете положить, или ещё какие-то крупы. И на передний план маленькие ящички, которые для того, чтобы уже более часто вы их используете, у вас всё равно остаётся к задним шкафчикам доступ, но всё равно и здесь пространство остаётся неиспользованным. Но, тем не менее, так тоже можно. И помните, что лучше, чтобы были такие, у вас для хранения использовались баночки или какие-то другие приспособления, которые максимально вертикальное пространство используют, для того, чтобы ничего у вас не захламлялось, чтобы это было вот в какой-то вот одной коллекции. У меня сейчас это стоит не в этом месте, и поэтому они разные, потому что это на одной полке стоит, это на разных. Ну вот запомните, вот примерно такой вариант хранения. Теперь при таком варианте хранения, вот помните, что у нас осталось вот это пространство. Что же сделать для того, чтобы это пространство всё-таки использовалось? Первый вариант – это использовать двери. Я вам покажу вот на таком варианте. У меня есть подвесной на дверь. Он на эту дверь не совсем походит под размером, потому что упирается в полку. Но всё равно достаточно понятно, что когда он закроется, то есть если вы подберёте под размер, то вот это пространство как раз заберётся этой вещью, то есть вот этой навесной полкой. И когда вы будете закрывать, вы не сможете сюда ничего поставить, и в результате, когда вы вот таким образом повесите, то у вас это ничем не может быть заставлено, потому что ну просто вам не даст вот этот вот сам навесной шкафчик это использовать. Поэтому при таком вот многоярусном хранении вариант использовать навесные всякие полочки, они как раз помогают в том числе не только использовать дверь как хранение, но и не загромождать вот это пространство. Здесь сюда можно также ещё повесить, например, для хранения крышек. Ну или как пример, вот видите, у меня не вешается, потому что это от рейлингов, но и на двери такие тоже бывают, например, подвесные крышечки, сюда подвесить хранение крышек, и замечательно тоже оно будет вам не давать загромождать вот эту пространство. это использование вот таких вот дополнительных полочек подвесных. Они актуальны, когда у вас такая же большая полка, но внизу. То есть я показываю, например, и верхние полочки, но можно и так же же вы будете использовать нижнюю полку. Вот если у вас нижняя полка, то можно использовать в качестве подвесок вот такие вот полки. Вот это у меня пришло недавно с сайта Нью Чик. То внизу тоже не будет загромождаться, при этом пространство будет дополнительно у вас занято. Они не до конца, только вот эту вот зону переднюю используют. То есть такой вот вариант вполне себе очень хорошая организация дополнительного пространства. Ну, теперь немножко переставим и посмотрим по-другому, как можно разместить такие баночки. И брюки превращаются. Вот я переставила. Вот посмотрите, насколько эффективнее пространство используется, если вы те же самые баночки расставите по бокам. И тогда у вас остается абсолютно пустая середина, которую вы тоже можете использовать. При этом доступ к дальним баночкам вполне себе нормальный. Все достанете, все у вас в доступе, и вы все видите, если у вас прозрачные контейнеры, что в них хранится. Как это использовать теперь? Вот один из вариантов разместить большой ящик с вещами, которыми вы редко пользуетесь. Но это может быть посуда, которую вы только на Новый год используете. Или какие-то электроприборы. Главное, чтобы они были в коробе. Короб был большого размера. Это я примерный, потому что я так не организовываю, примерный вам показываю короб. И при этом, когда, если вы будете дальний доставать, у вас возникнуть могут, конечно, неудобства доставания. Но, тем не менее, такой способ один из вариантов. Сейчас я вам предложу еще один альтернативный вариант. Для этого лайкхак вам понадобится поднос, лучше круглый, вот такой спиннер и крышечка. Вы не можете плотно спиннер приложить к подносу, чтобы он крутился, потому что вот эта часть мешается, то есть он не будет крутиться. Поэтому мы берем обыкновенную крышку, и она нам поможет убрать вот это пространство. Берем глюпе, приклеиваем, приклеиваем, и получаем вот такой крутящийся поднос, который можно использовать как карусельку. Дополнительно вот здесь вот можно еще укрепить какими-нибудь фишечками, чтобы он не переворачивался. Для нас сейчас это не суть. Я просто покажу, как это происходит. То есть, что есть, просто для того, чтобы вам объяснить. Итак, вам нужно, чтобы на этом подносе стояли какие-то одинаковые предметы, которые не будут выглядеть тоже как захламленные. Лучше, если это будут какие-то круглые, для того, чтобы крутилось и все входило на подно. Могут быть, ну, например, хранение консервов. То есть, да, вы размещаете в центральной зоне, и если вам нужна какая-то консервочка, вы повернули, и можете взять то, что вам нужно. Или такой пример. Разные баночки, сыпучки, которые уже находятся в каких-то баночках, либо вы используете, там, приспосабливаете то, что есть. Ну, конечно, красивее всего будет смотреться, если это будут какие-то круглые, определенные, одинаковые, красивые баночки. Поднос я приспособила. Я считаю, конечно, что он достаточно большоват для такого создания хранения. Лучше, чтобы он был меньшего размера, тогда он будет более устойчивый. И есть, знаете, такие для тортика. Рисовать на тортиках. Они крутящиеся. Я видела такие в Икеа. То есть, если у вас, например, вы любите кондитер, то вы можете поставить вот это вот вертящееся для тортиков приспособление, использовать его как для хранения, а когда вам он понадобится, то использовать его и для тортиков. То есть, ну, вот в таком вот варианте. И такой поднос можно ставить на стол, сервировать, ну, для того, чтобы тоже разные там члены семьи могли брать во время стола, там, да, не просить передать вам что-то, а на этом подносе это будет размещено, и вы просто берете, да, сами повернув в подносик. Следующий вариант хранения специально, чтобы удобно было снимать, не до конца заполняя. Так вот, этот вариант хранения на заднем плане крупногабаритных вещей. И уже на переднем плане вы выставляете свои любимые емкости. Когда вы используете такое хранение, обязательно сзади должна быть коробка. В данном случае у меня миксер, но даже имея какую-то форму, он все равно занимает ровно столько пространства. То есть, для того, чтобы все смотрелось аккуратно, все-таки его лучше расположить в какую-то емкость, подобрав по размеру, и потом в дальнейшем вам и доставать ее будет намного проще. То есть, такой вот вариант, как видите, он намного больше и лучше оптимально использует пространство. Следующий вариант хранения в таких ящиках – это вертикальное хранение. Это я использую для хозяйственных нужд, но и здесь вам покажу. То есть, это контейнеры, которые достаточно высокие, на 10 литров полимер сбыт. И в них можно организовать вертикальное хранение. То есть, сейчас я покажу, как крупы сделать и так далее. И при этом вы можете вот так вот разместить все пространство. Каждый контейнер будет тематический, там с чем-то здесь, например, крупы, здесь какие-то бутылочки, можно даже тряпочки организовать рядышком поставить. Главное, не химию с продуктами ставить. А так тряпочки-то вполне можно себе тоже здесь и полотенчики таким вот вертикальным контейнером организовать и так далее. И все это у вас встанет практически очень хорошо, заполнив пространство, если подобрать контейнеры по размеру. Я в таких контейнерах сейчас храню, вот видите, вертикальное хранение у меня сладкое, но я, вот всякие печеньки, но я сейчас как раз это буду переделать, но на примере этого контейнера я покажу, как, например, у меня один период был, я их использовала по тренингу. Пример вертикального хранения. То есть, вот вы разместили, особенно если у вас нет бутылочницы, бутылки, и можно вот хранить крупы, именно в пакетах, не перемещая в их баночки. Что это дает? На самом деле, когда крупы вот так находятся, они занимают места меньше. То есть, если мы пересчитаем, сколько здесь находится, и сравним с тем, что вот здесь у меня находится, то есть, раз, два, три, четыре ряда круп, а здесь у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть. Примерно шесть можно, пять-шесть разместить круп. При этом сверху можно еще положить, если у вас несколько разных круп, чтобы они лежали двумя этажами. Дальше, про размер баночек. Я сейчас вам особо остановлюсь, потому что очень часто я как раз вот на эти баночки почему перешла с этих, потому что вот, обратите внимание, когда вы покупаете вот такие баночки двухлитровые, то оказывается, что они всегда заполнены наполовину. И это мешает организации пространства, потому что, ну, всегда половинка не заполнена. Вот такие вот баночки маленькие, они намного лучше. И самый оптимальный объем, который, вот я поняла, для баночек, для хранения круп, это 0,75. Даже вот такая литражечка, она не всегда хороша. Когда вы покупаете крупу просто, первую партию вы, когда вскроете, вы ее сварите и остатки сюда пересыпаете. И это нормально. То есть, если пока вы не откупорили, пока вы не открыли кашу, в принципе, ее пересыпание не имеет смысла зачастую, правильно? То есть, вы пересыпаете, когда вы открыли именно кашу. Поэтому открыли, сварили порцию, там на семью сколько, остатки ссыпаете, и как раз они в 0,75 очень хорошо помещаются. При этом на одном месте может стоять три каши, а в таком варианте, видите, ну, максимум две. То есть, когда вот небольшие такие контейнеры, вы их размещаете намного эффективнее, чем если бы они стояли вот в таком двухлитровом виде. В больших контейнерах хорошо хранить, ну, крупные какие-то вещи, там, мука, сахар. И если вы решите вот таким образом хранить крупы, то для вас я сделаю следующую подсказочку. Вот так вы сможете хранить до тех пор, пока у вас не заведется мучная моль. Если заводится моль, то вот такое хранение уже, к сожалению, невозможно, либо ее нужно полностью вывести, для того, чтобы она не заводилась дальше. Даже мельчайшие какие-то щелочки нужно будет потом подбирать в контейнеры, в которых даже нет мельчайших щелочек, чтобы они, чтобы моль это впоследствии никуда к вам не пролезла. Поэтому пока у вас нет насекомых, живите спокойно и храните таким образом. Тем более у меня, вот видите, у меня есть и открытые, и неоткрытые крупы, и вот такой способ хранения, он меня периодически спасает. Ну что, от теории переходим к практике. Что же я сделала в результате сама у себя? Потому что те варианты, которые я вам описывала, это такие теоретические для меня варианты, и, возможно, вы себе найдете идеи. У меня переделка и уборка связаны с тем, что я доорганизовывала хранение всяких печенек и сладкого, потому что, в принципе, у меня здесь стояли крупы, и у меня всё, у меня всё устраивало, как у меня здесь было организовано, но у меня ребёнок подрос, и я сверху, у меня в верхнем ящичке угловом раньше находилось хранение, вот именно печенек рядом с чаем. То есть чай стоит, и вы берёте печенье. Было логично. Сейчас я сгруппировала с выпечкой, то есть, ну вот, мука, сахар и чай, ну, тоже логически как бы связано, да, потому что я, кто смотрел «Принципы уборки», видео моё предыдущее, тот знает, вот, на что я опираюсь, когда я всё-таки вот такие переделки делаю, чтобы потом по сто раз не переделывать, чтобы тебя всё не устроило. Так вот, и у меня раньше стояли вот эти две, и рядом крупы. И у меня было хорошо, всё стояло сбоку, с этой, с этой стороны, всё у меня было нормально. Но мне пришлось переносить. Я сначала приспособила вот эту вот, это у меня было, но она маленькая, поэтому я купила побольше, и, соответственно, всё у меня поменялось, потому что у меня это было на заднем плане, эти стояли впереди. Вот эта вот середина, она всё время у меня была занята вот такими коробками для печенья. Они вот друг на друге здесь стояли, и вот так действительно у меня реально освободилось огромнейшее пространство. Сейчас просто огромнейшее, огромнейшее, и я сейчас посмотрела, и, конечно, я думаю, что здесь у меня будет. Несколько вариантов у меня есть. Сейчас пока вот так. Скорее всего, вот я сейчас, так как у меня стояло по-другому, у меня вот эти досочки вот здесь сбоку стояли, а мне сейчас сейчас приткнуть не к чему. У меня такие доски, видите, они разноборные. Я думаю, что вот эту часть я заполню тем, что поставлю красивые доски, то есть набор досочек одинаковых, красивых, чтобы они не на столе, а именно здесь стояли, будет, я думаю, очень хорошо. И как раз я заменю свои старые доски, и будет у меня радость тогда, да. Так вот, доски у меня, кстати, стихийно покупали, то мне подарили, то еще что-то, то есть нужно организоваться. Теперь меня устраивает хранение электроприборов. У меня здесь йогуртница, мультипекарь, это термос и блендер. Все, оно поместилось. Если по-другому разместить, еще может один прибор поместиться, но посмотрим. Теперь удобно мне доставать, потому что раньше мне было неудобно доставать, то есть, ну, для того, чтобы термос достать, нужно перед этим все вытащить. То есть вот такие выдвижные, 200 рублей стоит в фикс-прайсе, прямо сейчас есть эти короба, пожалуйста. И теперь тоже стало удобнее у меня выдвигать и вот миксер мой, которым я часто пользуюсь. И мне реально было самостоятельно, его неудобно выдвигать. И здесь там у меня еще этот пестик-тычинка, измельчитель мой. Ну, сюда еще что-то можно поставить. Просто пока я еще думаю, потому что я смотрю, у меня здесь раз освободилось немножко пространство, возможно, я сюда панель для мультипекаря вот в эту часть вставлю, то есть, ну, немножко поиграя пространством, но все равно от этого вид практически не должен измениться. Печенья у меня слишком много, у меня дети зашли в магазин со мной, и я не контролировала, у меня они с папой там набирали, не контролировала закупку, и когда я все разгрузила, то есть оно получилось выше крыши. На самом деле у меня так не будет, то есть, ну, когда обыкновенная, классическая просто закупка, то есть это будет вот так, в скляне ничего торчать не будет. Ну, по крайней мере, я так надеюсь. Но, тем не менее, все пространство-то я оставлю, потому что, видите, ну, всякие бывают варианты. Так что вот так вот, вот такая, это я обычно сюда, когда чаепитие устраивают, сейчас я сушки сюда высыпала, а так вот все печеньки, а я отсюда беру, насыпаю и ставлю на стол. Вот такая вот у меня тарелочка для стола уже давно. Ну, оценивайте мои старания. Вот верхнее пространство, кстати, тоже, это орешки в связи вот с постом. Я очень много орехов покупаю, но я и так их много покупаю. И я думаю, что вот эти вот ячейки я просто вот сюда поставлю со временем. Ну, когда у меня здесь чуть-чуть подсвободится, то есть все-таки я думаю, что здесь будет пусто. Но вот эти вот так у меня и будут стоять. Ну, это для муки просеиватель, а это миксер. Сейчас там орехи. Вот я ребёнку купила грецкие орехи, поиграть в белочку, там весна пришла, в общем, в такой интерактив, раскалывать орехи. Ну, детям это всё интересно. Ну, оценивайте. Я очень довольна, потому что до этого меня всё не устраивало. К сожалению, я не сняла, как у меня это было. Я думаю, что у меня здесь станет вот термос вот сюда. Вот так вот, видите? То есть просится что-то заполнить, да, какой-то. У меня два кувшина, наверное, вот два кувшина. Я второй сюда тоже поставлю. И будет у меня тогда, не будет желания что-то сюда приткнуть лишнего. Так что всем пока. Таня Матаня на канале Позитивные идеи. И ждите, в следующем видео я буду переделывать выдвижные шкафчики, выдвижные ящички. Переделаю там хранение. Тоже купила уже во влоге. Кстати, я показывала, что я купила и уже практически переделала. Мне очень даже нравится. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал Позитивных идей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.